друзья всем 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 привет всем 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 здравствуйте всем здарова на канале никита крылова рад всех приветствовать рад что вы со мной я с вами спасибо огромное за то что смотрите обычно это говорю в конце видео это такой сюрприз и благодарна всем кто досматривает до конца но в этот раз я решил и вначале это сказать потому что для меня это безумно ценно что вы остаетесь со мной что подписывайтесь что неравнодушно что комментируете очень спасибо огромное ну а я решил естественно прислушаться мне говорили никита ну что ты постоянно снимаешь с автомобиля и вот сегодня я буду снимать вот этого красавца с мопеда дело в том что мы друзьями сейчас выехали на природу буквально ненадолго вечерок уже поэтому не знаю может до темна посидим чуть-чуть вот а поскольку я сейчас лечу спину я говорю пить не буду до этого ходили на свадьбу там естественно выпивал вот сегодня я хочу сейчас хорошо себя чувствовать надо все-таки бодреньким быть поэтому уже все там на месте а я тихонько на мопеде доезжаю до туда тоже мне необходимо просто преодолеть путь от рыбачьего поселка до озера под названием баль шаг вот решил остановиться просто на виноградниках показать вам вообще вот откуда крымское вино вообще вот насколько масштабы огромные у нас виноградников да я даже не знаю вот смотрите вот я сейчас до нахожусь это виноград растет вот в такой долине получается вот там поселок расположен вот дорожка пошла вот так 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 и в общем далеко 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 и везде по долине огромные виноградные поля называется это клетка как-то у нас так это называется то есть какая клетка вот например клетка такого-то виноградка клетка такого винограда почему-то не поля клетками мы их обзываем посмотрите уже какая лоза уже все начинается буйство сейчас она получается пойдет потом ее часть по обрезают потому что где-то не будет самих гронок и для того чтобы это вот глаза как бы не забирала вот это все самое важное самое питательное ее обрежут которая будет без гронок для того чтобы все соки шли именно в эти вот виноградные ягодки на самом деле винограда собирается очень много прям очень много здесь я не знаю сколько там тысяч тонн но немеренное количество и он такой сладкий сладкий обалденный если винный виноград он такой он вообще меленький вот прям вообще там знаете вот винный виноград ну есть его невозможно потому что он такой мелкий по сути там две-три косточки находятся и вот это все что там есть там самой как бы плоти не так вообще нет практически вот прям реально нет как будто ты просто взял кожуру и косточку но он такой сладющий при этом суть в чем получается что вот эта сладость вместе с винными дрожжами а дрожжи это то что вот вы видите например бубочку когда берете она в таком в таком напыление вот это и есть дрожжи поэтому просто берешь перемалываешь вот это все и она у тебя стоит начинает бродить потом там еще очень много процессов ну начало я вам рассказал зимой как выглядят виноградники вообще получается что они обрезаны вот полностью вот это видите вот лоза пошла это вот она с этого года только пошла вот все что коричневая это то что зимой остается она все обрезанное а сейчас за года она вот так заплетет заплетет они такие густые будут эти кусты в общем очень интересный процесс очень такой важный процесс производства вина винограда у нас здесь на полуострове какие-то такие традиции я когда знаете детстве особенно там юности когда жил в крыму я этого особо не ценил потом когда уехал учиться тоже жить какое-то время я вообще понял что такое виноград насколько это круто важно и насколько это благородный такой напиток как он интересно создается вино такая же вам обещал показать еще клетки смотрите вода чуть-чуть там там клетка вон клетка вон вон сейчас вот у меня путь будет 7 километров и на протяжении этих 7 километров везде будут виноград везде будет виноград это только одна долина только одна долина в рыбачьем в рыбачьем их две мы называем бригады почему-то он клетка вон кет и так в общем пошли 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 вот прям до гор до гор идет виноград у нас только здесь 7 километров представляете протяженность рядом через гору 2 бригада дам по километражу я вам не схожу но я думаю не меньше это точно наверное тогда там больше мне кажется через следующую гору малореченская через следующую гору солнечногорска и везде везде он растет везде а сегодня у нас ветерок поэтому я буду следовать потихоньку надеюсь микрофон не слишком сильно задувает погнали вот он мой железный конь так сейчас у нас будет препятствие в виде реки я уж подумал вдруг я навернусь то хотя бы на видео это попадет но на самом деле не я сделаю по хитрому зачем мне ехать там если я на мопеде могу вот здесь спокойно объехать да и все вот оп 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 отлично давай 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 тряска какая да видите выезжаю вот следующие поля и так вот дальше 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 все виноградник все заехал небольшое ущелье так давайте я заглушу смотрю видите сейчас травы растут посмотрите красота все сиренево это я так понял вот вот эта штука вот так а сейчас на склонах у нас интересно на ветер есть или нет на озере блин а у меня аккумулятор севший так сейчас заведу тихонечко мобед так-то это и просто одно ой-то давай извините так мне надо но но поставить все готово купил мопед прошлом году для экономии думаю на мотоцикле кататься постоянно но сейчас запчасти дорогие стали ну и мотоцикл как бы больше денег естественно скидает ну ничего подобного я вам так скажу вот у меня все что хорошее вот дорогая например машина да которая Subaru туда дорогие запчасти очень дорогие зато она все работает ты не тратишь деньги вот на мотоцикле тоже я по сути только масло меняю и все резина дорогая да резину нужно менять но в мопед в этот я вложил уже больше денег чем мотоцикл просто то поменять то поменять оно все китайское такое дешевое вечно ломается жесть так я на нем почти вообще не ездил вот в горы я вообще первый раз на нем наверно выбираюсь ну как горы вот просто по бригаде погонять приехали на последнюю клетку вообще это место называется савиньон если кто знает вот название вина или винограда вот вот это и есть савиньон здесь а смотрю не вот это еще старые виноградники а там дальше есть новые клетки там там уже получается капельное орошение а здесь нет здесь все по старинке дали как поливает виноград просто пускают воду и она вот так бежит по рядкам короче такой нерациональный расход ужас просто но проблем с водой здесь нет потому что здесь очень много озер который как раз таки принадлежат массандре там озеро вот озеро большак там внизу савиньон находится озеро еще выше очень много озер короче говоря полива не хочу называется поэтому никто и не беспокоится об этом вот на берегу проблем с водой ну это это такой редкостно там раз во много-много лет бывают проблемы потому что питаются озера с гор и там когда нет снега еще что-то но это прям крайне редко так в основном все хорошо я вообще что остановился показать вам как как сторожа живут вот это один из домиков сторожей сторожа когда живут начиная кто-то едет что ли не пойму начиная с примерно там конец а ближе концу августа до начинают закрывать бригаду открывает уже наверно наверно в ноябре поэтому даже печка здесь есть но как вам сказать вот где что поставят там и там и живут вот например здесь поставили просто автомобиль где-то ставят вагончики есть места где просто в палатках живут по моему сутки через трое работают конкретно по цифрам не знаю насчет заработной платы так хоть ничего у нас здесь нет а то сейчас залезу вот видите печка стоит этот стоит вот досточка матрасами зависели просто но такое такое конечно принципе пойдет да чем в палатке лучше наверное в таком автобусе жить ну понятно сейчас грязно а так если нормально все живут то в принципе чё убрался помыл здесь все нормально забил фанерой вот сейчас просто после зимы все растрепано потому что зимой очень сильные ветра прям жуть все рвет а так да конечно кто-то грязь не убрал какой-то гад ну и вот можно сидеть спокойно тоже отдыхать смотреть получается вот очень много на самом деле сторожей здесь вот например да находится потом вон там наверху домик еще и еще и короче говоря везде и они по сути друга видят поэтому все это охраняется хотя вот реально что тут охранять спокойно ты с вершины вообще видишь весь виноград вообще ну сейчас кстати насчет охраны очень серьезно все стало на короче частные предприятия стали охранять раньше просто местных набирали вот и всем как бы было хорошо что называют то есть это занималась именно массандра охрана а сейчас нанимается специальные частные предприятия это охранники у них там уже и оружие есть и так далее и так далее ну не знаю насколько это лучше насколько это выгодней насколько это правильный но в общем все поменялось уже два года так даже вплоть до того что трактора как обычно уборка происходит вручную просто срезается и все это в лодку кидается трактору и вот когда трактор едет отсюда на выгрузку за ним обязательно следует автомобиль для того чтобы тракторист никуда этот виноград там не высыпал никто его не взял себе и насколько мне рассказывали даже такую норму упразднили раньше было что каждый имеет право ведро винограда взять с собой ну всегда так было вот еще с советских времен со входа то есть ты убираешь его там обычно с утра до обеда потом уже все жарко и ты имеешь право взять с собой ведро винограда сейчас все это упразднили ничего никто не имеет права делать весь виноград идет в массандру в этом году кстати было такое что даже перестали убирать чтобы просто понимали объем потому что малореченский уже винзавод не справлялся некуда было ну не успевал перерабатывать и даже останавливали уборку винограда из-за этого так кто-то там посигналил интересно что такое происходит я уже приехал к озеру вон напротив мои братья алкоголики под беседкой сидят это как-то вот собрались местные взяли построили в один год и уже видите половины крыши нет потому что все сносит очень сильные ветра прям очень зимой особенно холодрыга ну поеду наверное в их сторону так тихо не глохнем обед надо ехать сейчас поеду с той стороны еще красивее озеро выглядит только для зимой она резко creя м ну м не и Я в рыбашем уже на берегу моря. Вот когда не пьешь, то ты превращаешься в гонца, если ты еще и на транспорте, на таком, который мало ест топлива. Потому что кому-то необходимо еще спиртного. Поэтому я только приехал и сразу уехал. Все, повезло. А то ждут, наверное. Сейчас я, наверное, самый главный человек там на них. Что ж такое? Аккумулятор не может никак зарядиться. Снова сейчас придется это самое. Аккумуляторы стали мопедные делать такие, что... У меня вот... Не знаю, год ему, да? Аккумулятору. Все, умер. Ужас. Все, я погнал. Все, скоро побор. Все, уже обратно еду. Где-то сзади у меня уазик едет. Ночь. Холод. Ужас. Ветер как разбушевался вообще. Не знаю, может сейчас еще чуть на берегу посидим. А может и нет. Может подаван уже разойдемся. Да, жесть. Холодно тут, конечно. Уже пересел на другой транспорт. Вот видите, что значит непьющий человек. Дождь у нас вроде пошел. Получается, что и в роли извозчика, и в роли курьера приходится быть. Но у нас, честно говоря, в компании обычно всегда кто-то один такой, да и есть. В этот раз выпала на меня карта. Вот. Видите, как я здоровье берегу. Мне это, кстати, так уточка, ты что-то крякаешь. Еду по Грантовой дороге здесь. Вырбачим. Да, в этом году что-то, кстати, прохладно. Ну, хотя, что прохладно? Май все-таки, еще же не лето. Вот сейчас, смотрите. А, расплычато. Ну, короче говоря, 15 градусов. Хотя полодинства ночи. В принципе, может это и нормально. Ну, из-за дождя, конечно, холодно. Но, слава богу, вроде ветер прекратился. Я на мопеде выезжал тоже с озера. Дождь такой начинается. Думаю, ё-моё, а как мне ехать? Нормально все. Успел. И минут через 40 и в поселке тоже уже пошел. Все сильнее и сильнее идет дождь, друзья. Двигаемся в сторону дома. Уникальное вообще явление. Церковь-маяк светится. Обычно по праздникам такое бывает. Вот вершинка, видите, прям маяк горит. Не знаю, че-чего сегодня. Обычно после Пасхи 40 дней. Но как бы прошло, не прошло, я не в курсе. Но вот что-то сегодня почему-то горит. Дождь, конечно, сильнее и сильнее идет. В такую погоду дома надо сидеть. Ну, вот мы и дома. За окном идет дождь. Тишина, спокойствие. Спасибо, как сейчас. 11. Хотя уже какой 11? Уже, наверное, полдвенадцатого ближе. Да, полдвенадцатого это точно. Вот. Сейчас тоже. В принципе, что я сейчас? Монтирую видео. Для того, чтобы оно вышло в срок. Для того, чтобы вы могли его посмотреть. И буду ложиться спать. Завтра новый день. Новые эмоции. Новые возможности. Будем продолжать восстанавливаться. Продолжать заряжаться здоровьем. Вот. И я думаю, тогда все будет чуточку счастливее. Еще чуть получше будет. Такие, кстати, красивые прямо у нас растут. Помпасная трава называется. И вот так вот раз. Лаком скрываешь и все. И она не сыпется. Красота. Ну, верба тоже это с этого года у нас. Друзья, буду желать всем всего самого-самого лучшего, конечно же. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Отдыхайте. Это очень важно. Ведь необходимо не только работать, но и отдыхать. Хотя у нас, Юлия, на такая полноценная работа еще не наступила. Сейчас только-только какая-то такая потихоньку подготовка. Потому что все, естественно... Как это объяснить? Все замерли в ожидании. Приедут люди. Не приедут люди. Очень противоречивая информация поступает от разных источников. Скажем так. Ну, что такое источник? То есть, это, например, наши знакомые сдают жилье. Я спрашиваю, что у вас по броне? Кто-то говорит, все хорошо, все отлично. Бронируют очень хорошо. То есть, ну, там, как минимум на уровне прошлого года. Как минимум. А некоторые говорят, вообще пусто. Что-то в этом году ужас. Поэтому я не знаю точно кому верить. Как это что будет складываться. Уже будем смотреть. Просто от этого зависит наша активная работа. Ну, что будет, то будет. Будем посмотреть. Но отдыхать тоже надо. Вот. Это правда. Все. Будьте здоровы, будьте счастливы. Самое главное – мира. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok